Здравствуйте! Меня зовут Ира Ливанчук и я живу в деревне. Это я вам показываю выживший чудесным образом виноград. На третий год я его смогла каким-то чудом сохранить. Но речь сегодня не об этом. Сегодня 22 июня. Я хочу вам показать один ужасный ужас. Та-та-та-там! Вот, смотрите, какой ужасный ужас творится у меня в теплице. И я сегодня перекрестилась и пошла воевать. Я здесь только практически поливала, после того, как высадила томаты и огурцы. Ну, собрала один раз огурчики, парочку. Вот. И пошла воевать. Поливала, ну, пасынки, где уж совсем они наглели, я их срезала. Ну, а порядок навести, конечно, пошла сегодня. Не все подвязала еще. Подвязывала только те, которые падали совсем. Поэтому, ну вот, начинается война. В ту сторону тоже напугаю. Вот какой у меня тут, я не знаю, бардак. Там у меня перчики несчастные. Тут у меня томаты в два, в три ствола, потому что они были фиолетовые. Я думала, они пропадут. А они, вон, смотрите, что буйствуют. Пересаживать, конечно, смысла нет. Как-нибудь растянуть их в сторону. Сейчас что-нибудь придумаю. Во всех сил навожу порядок в теплице. Вот это вот у меня дебарао. Представляете, какой пасынок. Ну, жирный, приз жирный. Ну, это вот жирный такой же, как ствол. Это сто процентов пасынок. Потому что, смотрите, дальше вот туда кисти пошли. Вот. Придется его, конечно, выламывать вроде бы как надо, но... Обрежу, потом посмотрю, засохнет, не засохнет, потому что боюсь, если буду выламывать, тут все, вон какой сочный он повредится. Я вообще вот выламываю, видите, как совсем получается. Нет их, видите. Этот кустик какой-то очень странный. Смотрите, какие у него листья, у этого томата. Смотрите. Видно, да? Вот я подкормила это всего разочек. А у него на листьях что-то вообще вот все растет. Смотрите, какой жирный. Вообще просто жирндяй. Жирндяй какой-то. Ну, вот и все, я прибралась. Чистого времени у меня ушло, наверное, часа три. Ну, это не просто была прополка. Я подвязала почти все. Не подвязала совсем немножко, которые коротышки маленькие. Подвязала почти все. Посынковала вообще все. Ну, вот и я считаю, что я молодец. Я молодец. Вот это то, что на полу лежит, на земле. Это вся мертвая трава. Вы не думаете, что это вот... Еще я оставила сырники. Я все здесь прополола, прорыхлила, полила. Большие томаты подвязала. Огурцы. Пасынки обрезала, потому что все говорят, обрезать надо пасынки. Ну, а я... Ну, мы никогда в жизни, конечно, не обрезали. Ну, раз все говорят обрезать, я тоже пасынки обрезала. Вот. Полила бедный несчастный салат. Вот будем его тогда уже кушать. То, что на улице уже поспел салат. Кушать будем сегодня даже прямо. Потом... Так. Это у меня обогреватель. Он стоит тут вечно. Он тут весной помогает нам и в октябре помогает. Даже в сентябре, когда заморозки. В прошлом году заморозков не было до 1 октября. Представляете? Так что мы вот так вот жили классно. Так. Посмотрите, что я нашла какой томатик. Смотрите, какой томатик. О, какой томатик. Обалденный томатик. Смотрите, какой огромный томатик. Ничего себе. Я специально все обрезала. Он был такой небольшой. Он, видно, расти перестал из-за того, что ему надо было его ростить. Я его оставила внуку. Макушку все срезала и потом просто выброшу. Из одной помидорки я вот его оставлю. Вот. Все подрезала. Вот эти вот у меня. Бычье сердце. Потом вот эти четыре. Ну и нашла или не нашла. Там всякие были этикетки, где стоят, не стоят. В принципе, я все равно. Тут и белый, и зеленый, и маленький, и желтый, и всякие оранжевые, и всякие разные помидорки. Вот. То, что вот это вот некрасиво настриженные какие-то бумаги, конечно, вот зря это положила. С самого начала положила. Потом пожалела, потому что мне это не нравится. Это некрасиво. Это неопрятно и безобразно. Вот. Больше я так никогда делать не буду, но и убирать я тоже не стала. Потом все перекопается, и все будет хорошо. Так. С этой стороны у нас получилось, у меня получилось вот так. Вот там какой-то рабочий столик для всяких горшочков, мелочей. Нашла всякие степлеры, и все на свете. Это бочка у нас с водой, чтобы удобно было наливать. А пилки так для красоты чуть-чуть присыпала, потому что тут уже старые перепревшие давно-давно. Их нужно просто потом, наверное, будет накидать, как мульчу. И все. Вот такая у меня тепличка. Бедные-пребедные перчики. Уже цветут, и плодики завязывают крошечные, потому что им было тут очень темно. И все в траве, в зарослях они росли. Но я думаю, что они сейчас поправятся. Тепло, светло, водичка есть, и они быстро пойдут в рост. Веревки у меня прошлогодние. У меня есть, конечно, хорошие, красивые, новые. Ну, а эти висели-болтались, думаю, ну и что, я последний раз еще попривязываю, а потом выброшу уже. Вот так вот. И вообще хочу сказать великому Ютубу спасибо, потому что если бы не он, может быть, я или протянула, или вообще бы, может, что-нибудь такая, так чуть-чуть что-нибудь сделала, помидорки будут, и ладно. Вот, а тут показать же надо. Поэтому я прибралась. Глаза боятся, руки делают. Вот еще одно дело сделано. Ну, и хочу сказать, что кому понравилась, не скажу, кому понравилась моя тепличка, потому что, конечно, теплички бывают намного лучше, ухоженнее, чем моя. Но я хочу сказать, что кому понравилась, какая я молодец, какая, как замотивировал меня этот Ютуб, как я пошла и навела тут порядок. И сколько, неделю или две недели, наверное, можно не заходить, можно зайти только за помидорками, ну, сорвать салатик и огурчики, да? И вот, кому понравилась, какая я молодец, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями и приходите почаще в гости. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok